Видео-чат в VR с наложением стереофона. Сейчас мы включим его презентацию. И первый человек будет очень сложно, поэтому давайте его поддержим аплодисментами. И первый. Сегодня у нас 10 докладчиков. Я напоминаю, что у нас сегодня очень жесткий регламент. Три минуты на доклад и три минуты на вопросы. Суть идеи в том, что сейчас активно развиваются, скажем так, видеоконференции, видеочаты, любые презентации. И кроме этого также развивается и VR-индустрия, поэтому очень, скажем так, было бы актуально скомбинировать, скажем так, виртуальную реальность с чатом. И использовать, скажем так, для любых презентаций, для любых, скажем так, обучающих материалов, которые могли бы значительно расширить кругозор и облегчить восприятие материала. Одним из перспективных вариантов развития VR-чата, я считаю, что, скажем так, связана одна из самых главных проблем, которая есть у VR-чата. Это отсутствие VR-интерактивности. То есть, если нет интерактивности, с чем это связано? Интерактивность связана с тем, что каждый, скажем так, участник VR-чата одевает гарнитуру, и эта гарнитура, она как бы не способствует полноценному эмоциональному обмену данными. Ну, то есть, нет интерактивности. Поэтому, также, эту самую технологию в перспективе можно использовать для того, чтобы компенсировать этот недостаток и, скажем так, кроме этого использовать, скажем так, это для полноценного нормального общения, как в том же скайпе или в любых других интерактивных программах общения. Также это касается и, скажем так, возможно скомбинировать это с помощью эмуляции голограмм, которые сейчас используются. То есть, это так называемые, скажем так, голограммы, которые используют в основном свои призмы, и так же самое можно VR скомбинировать с этой технологией. То есть, сама идея как раз заключается в этом, и хотелось бы услышать, возможно, у кого какие мнения будут по этому поводу. А можно, да, все-таки сказать, что вы собираетесь сделать? А, ну, то есть, ну, вот… Не, смотрите, вообще ничего не понятно. Что такое VR-чат, что такое наложение заднего стереофона, никто там будет разговаривать. Вот вообще ничего не понял. Возможно, я думаю, она… Представьте, вы, скажем так, находитесь у себя дома, но при этом можете делать ту же самую презентацию, при этом развернутую для какой-то аудитории, которая сможет в мире более наглядно объяснить предметно некоторые вещи. То есть, вот как раз этот стереофон, он позволит это сделать? Какие именно вещи? Я тут на примере. Конечно, все, что угодно. Любая реклама, та же самая реклама, как и было, та же, скажем так, какие-то инновации технической сферы. А что есть у вас сейчас? Что есть сейчас у вас? Пока ничего. Ага, тобто, нужно сделать Computer Vision, вырезать людину, накладать ее на… Ага, я зрозумев. При этом это надо и не плилать в интерналах для того, чтобы у вас есть эффект. И если это голограмма, то вы будете… Если здесь есть родители, я думаю, что вы уже сами знаете этот балл. Он появляется в всякой разной форме. Может быть, твой ребенок стал меньше общаться с вами, потому что они постоянно общаются только через мессенджеры. Может быть, они не готовы оставлять свои… Ну, заставить свои игры, чтобы сидеть с вами, поужинать или там лежиться спать. По всякой разной ситуации девайсы может стать проблемой для наших детей. Тоже есть момент веб-фильтеры, что есть много контента онлайн, который, в принципе, мы бы не хотели, чтобы они увидели, и хотелось бы у родителей какие-то контролы над этим контентом, который наши дети увидят. Зато есть киджлокс. Он инсталлируется и на твой девайс, и на девайсе всех твоих детей. И он позволяет тебе ремонтно поменять сеттинги на девайс ребенок. Когда ты открываешь это приложение, то у тебя появится такая экран. И здесь у тебя есть три варианта, что можно делать с девайсом ребенка. Можно ставить ему в моды родителей, в режиме родителей. Там все позволено, можно делать, что удобно. Есть и мод локтаун. Там все закрыто, все предложения закрыты, чтобы ребенок туда не влезал. Это значит, что когда ребенок скажет, нет, я не хочу лежиться спать, ты свой девайс, можно просто выключить его через измену на локтаун мод. Можно тоже ставить скедюль, который значит, он лежится спать каждый день в восемь вечера, то можно просто ставить постельный скедюль, чтобы всегда так. Есть еще много всего, которое мог бы сказать, но мало времени. Я надеюсь, что вам нравится эта идея. Немножко о конкурентах и ваше отличие. Ваши дифференцией и бенефицины. Хорошо. Да, there are a number of big competitors in this field. A few of them are called Custodio, RPACT, ScreenTime. KidsLocks has existed now for four years and is among the first parental controls to come onto the market, so we've been competing with these other names for that time and are still holding our place. If you search in the App Store at the moment for parental controls, you'll find KidsLocks in one of the top three positions for parental controls. I would say that what really sets us apart from them is the product itself. Most of those startups have received a lot of funding and they've put a lot of effort into their presentation, into their marketing, and they look really glossy. KidsLocks has been all about the product. We've got a great team of developers who've made a product which is just really comprehensive and lets parents have very detailed control of what their child can do. Can you tell us about the business model you have? So how do you monetize, please? So the business model is a subscription model. We've moved from a one-off payment to a subscription model last August and so we've now had, what is it, 10 months or 8 months? We've had quite a few months, but less than a year of subscription, monthly subscriptions, yes. So in the course of that time, we've gathered approximately 7,000 paying subscriptions and we've considered evidence that our product is working, that our funnels are working and now we're looking for investments so that we can pour more people into the top of the funnel. У меня двое детей и проблема, которая с использованием вашего приложения, когда заканчивается время, ребенок расстроен и бросает телефон или девайс в стенку. Как вы можете помочь мне в этой проблеме? Единственное, что я могу сказать насчет этого, это что, когда девайс будет, если на какой-то schedule ты ставил KidzLogs, то KidzLogs дает ребенок 10-минутный warning, что сейчас будет lockdown mode, уже не можно использовать свой девайс. Может быть, это поможет. В общем, он его готовит. Очень. Слушай, Дим, я помню, в прошлый раз, когда вы выступали здесь, то говорили про B2B. Я знаю, что у вас были наметки по контрактам, про приинсталляции этих девайсов. У меня есть большой вопрос вообще по величине market size. Во-первых, чисто насчет App Store, этот рынок растет. Оценовал рынок родительский контрол в прошлом году на 1 миллиард для вселенных рынок. Но с типа projections, что за следующий год это уже в два раза увеличивается. Насчет B2B. Мы сейчас особенно ищем контакт с Телкой, как Кивстар. И в другой стороне тоже начали разговоры с другой Телкой, чтобы начинать ставить либо типа приинсталл, либо несколько разных предложений. А, уже есть один слайд насчет этого. Я вам расскажу про наш продукт, который предназначен для того, чтобы повышать вашу продуктивность. Десь близко пару месяцев назад, 3-4 месяца назад, мы с командой начали працювати віддаленно. И мы швидко стихнулись с проблемой оценки продуктивности и повышения продуктивности, когда працюешь remote. Шляхом шеринга досвіда між тиммейтами. Наш продукт – это программа, которая позволяет команды шерить между собой лайфхаки в виде хоткейов, или додатков, которые они используют. И также она имеет мощную аналитику для тренинга их активностей, которые участники команды делают. Что мы делаем? Мы собираем хоткей, собираем додатки, мы показываем всю статистику на нашем сайте и показываем подказки користувачу. И сейчас на рынке, из данных SimilarWeb, приблизно 17 миллионов користувачей используются трекерами. Это на 4 главных трекера, которые мы нашли. И 6 месяцев назад, эта цифра была 11 миллионов. То есть это больше, чем 30% рост за последние пів года. Также мы видим рост в популярности remote работ, как в мире, данных с TechWearFlow и Бюро статистики в США, так и в Украине. Наши главные компетитеры – это те, что вы бачите на слайде. Чому мы лучше за них? Потому что мы даем аналитику потужную по всему активностям и додаткам. И мы имеем фичу для подказок. Такого мы ниже не нашли. И, как на меня, это одна из тех вещей, которые помогут командам remote працювать в разы эффективнее. Как она работает, вы можете видеть на слайде. Есть программа, в которой работает человек. И в момент, когда она выполняет, то есть мы делаем, мы делаем это как то-дю, можно сделать простейше или с другой количествой времени. А тут вы видите аналитику, которую мы показываем. Это активность в организации, активность в процессе команды, проекты или команды в целом, работающий график всей команды и скриншотки с остальной статистики, с остальной статистики, с остальной статистики, с остальной статистики. Мы будем использовать стандартный за смотин, подписка за юзера, за месяц. Как мы планируем прослужить наш продукт, это писать статки на сервисах, как AIN, DOE, а потом, пизднейше, если вы идете на техранш, и на меню. Также мы планируем воспользоваться про наш продукт на бизнес-подъектах и связывать с кампанями, которыми может быть полезным наш продукт. Наша команда складывается из разработчиков, дизайнера и по долларам. И... Возьмите, пять секунд. Я вас окончу, пожалуйста. Почему вы считаете, что там ever hour, или не ever hour, тоггл был, вот тайм-трекеры, короче, по большинству, Harvest, тоггл, по крайней мере. Почему они в вашей компьютере? Вы тоже считаете время трекаете? Да. Что мы по металу, в команде, что просто подказки без тайм-трекинга. Ну, мало дуже ценностей для команды спочатку, чтобы переконать ее поставить еще один трекер для того, чтобы они используют, и сказать, что мы вам еще подказки. Ну, это очень странно. В комплексе, в основном ценностей здесь двоих аспектах. Я их назвал разом. Это потужная аналитика, это не весь набор графиков, которые мы показываем. Мы показываем статистику по хоткейям тоже. То есть, они не только показываются, а ты можешь подказаться прям статистику по стиму. Ну, хорошо. Смотрите, давай так. Есть команда. Мы работаем в Адалит. Используем EverHour. Там EverHour вы смотрели? Нет. Я подаю себя посимуя в Адалит. Стики от кого? Да. Санкодеки Тогл. Да. Тогл много денег хочет, и у него не такая аналитика. Вы знаете, EverHour. Там очень классная аналитика. Добрый вечер. Меня зовут Денис. Я занимаюсь спинтеком более 10 лет. Приемлемо в таком не работает особо. Через раз. Интеркасса Единый Кошелек в Урмане и являюсь акционером в том числе нескольких из них. Дерывный комплекс не растет. На данный момент в полноцене уже роста более 2 триллиона долларов в год за последний год. И прям в случае способом оплаты в интернете прежним является бездаличный расчет. Поэтому когда компания сталкивается с потребностью комплексного решения по приему кулаку платежей они обращаются к таким компаниям PSP платежным провайдерам которые предоставляют целый куколь скучений и в принципе для небольших стартапов и компании это неплохо на старте но как только компании достигают до роста и масштабирования им необходимо самостоятельно управлять этими процессами и оптимизировать затраты в том числе и здесь они как бы управляются в вопрос каким образом они могут это делать и единственным вариантом давай стишем окзаве чтобы у вас слышно стыки может быть один он через зал который будет единственным вариантом в данном случае является реализация платежного шлюза поэтому наше решение это конструктор платежного шлюза который позволяет оптимизировать затраты по приему платежей за счет уменьшения количества посредников в цепочке проведения транзакции позволяет повысить конверсии продажи за счет оптимизации платежного шлюза под конкретно вашу мобиторию и вы не будете зависеть от одного платежного шлюза и платежного провайдера таким образом бесплатен сможете масштабировать ваш бизнес на другие рынки и при этом диверсифицировать риски а за счет того что все платежи будут идти через один шлюз будет прозрачная система аналитики отчетности для того чтобы это все заработало вам необходимо заключить договора прямые с платежными системами и процессингами и завести их к нам на платформу сконфигурируйте свой платежный шлюз и в результате вы получите платежный интерфейс который легко кастомизируется и адаптивен под десктоп и мобай при этом те решения которые сейчас существуют они не решают этих потребностей а PSP работают по совершенно другой бизнес модели и зарабатывают на комиссии от суммы платежа наша цель аудитория в первую очередь это макетплейсы крупные мерчанты беттинги гемблинги финтек стартапы и в принципе любой иконус так как модель SAS то мы планируем монетизироваться за счет подконтакционной модели и дополнительной разработки дополнительных модулей в течение 6 месяцев мы разработали продукты осталось 1 месяц до релиза MVP наша команда технические специалисты которые работали в финтек проектах наша миссия создать экосистему финтек сервисов которые позволят любому бизнесу в интернете максимально быстро и максимально эффективно решать финансовые задачи спасибо большое время ваше все кло благодарю вас спасибо Спасибо.